У нас есть идея. Мы открываем, мы поговорили с нашими акционерами, у них есть недвижимость в Москве, в частности, национальный принадлежит, национальный гостиниц. Вот, и мы подумали, что депутаты, мы могли бы их выдергивать туда, в национальный, делаем какой-то, так сказать, ну, стоп-марафон, ну, надо смотреть, на самом деле, тоже по интересу аудитории. Надеюсь, что пойдет. Надеюсь, что даже когда потом пойдет, и когда схлынет вот этот политический интерес, мы будем приглашать все равно по экономическим вопросам, потому что экономически не схлынет точно. Экономически мы понимаем, что 10 лет мы будем стоять в страшной позе и огребать. Кризис, это не то, что у нас начался плюсовой рост, потому что плюсовой рост вообще никого не волнует. Значит, представьте себе, что есть пешеход, который идет в Минск. Минск. Мимо него несутся машины на скорости 120 в Минск, и поезд пошел, 80 км в час в Минск. Он говорит, я расту в том смысле, говорит он, что я же не в Кунцево иду, а в Минск. Ну да, ну, формально, он же идет в правильном направлении. Значит, любой рост России ниже общемирового, это вот этот дурацкий пешеход. Понятно? Сейчас мы идем назад в Кунцево. Например, в Минск надо, например, в Минск будущее, например. Ну, сейчас мы идем назад в Кунцево. Зачем? Почему? А, у нас кризис. Потом мне говорят, правительство мне говорят, а вы знаете, через два года начнется рост. И рост какой? 0,1%? 0,5%? 1%? Вообще не рост. Это не рост. Рост выше среднемирового, существенно выше среднего. Средний 3,4, 3,5, 3,9. Зависим, разная, блядь, прогнозы. Значит, мы должны исполнить выше 4. Вот когда будет выше 4 рост, 4,5, 5%, тогда я скажу, мы приступили к росту. В середине 2000-х было до 7% роста. И вот когда мы обещали удвоить, удвоить, великая энергетическая держава, мы встанем с колен, Дима Билан, победитель Евровидения. Вот это все, да-да-да-да, это все лажа, вот это мы спомнили. 2003 по 2006 жировали как бешеное. Я заходил в магазин, хотел присесть в Ниссан, просто посмотреть, может быть мне купить Ниссан. Продавец кричал мне, типа, у меня вас много, ждите, вы третьей очереди. Третий, присесть просто в машину, не купить, нет. Присесть я был третьей очереди. в субботу в Кунцевском автоцентре в 2004 или 2005 году. Понятно? Значит, люди обнаглели. А с чего на нас свалилось такое хреновое счастье? Кто не понимает, нет? Можно объяснить? Отвечаю, отвечаю. Нет, ни с чего. Мы его никак не заслужили. Понятно? Мы его никак не обслужили. Мы жили при помойке, вдруг на эту помойку свалили там из Макдональдса по гамбургеры. Мы типа начали хавать, на этом основании подумали, что это Господь указал на нас, как на избранных. Хрен с два! Чувство избранности, оно отравляет нации мозг. Чувство избранности, чувство необычности, что мы необычные, что мы типа клевые, оно отравляет нации мозг. Больше всего, все поколение, которое в этот момент было молодым, все, кому 28, все, кому под 30, и это поколение, которое просто нужно свести в ветеринарку и усыпить нахрен. Я серьезно говорю, ну послушайте меня, они не нужны никому, потому что они жили, опьяненные, чувством какой-то победы небывалой. Они жили, они пьяные люди, это пьяные, они никогда не протрезвеют. Пьяные в ум от люди. Все ходят, знаете, что сейчас у них? Похмелье. Я вам говорил в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Постоянно говорил вам, что вы идиоты, что никакой великой энергетической державы нет. Постоянно говорил, непрерывно. Они тогда ходили, опьяненные своим счастьем, и матери говорили их, матери-одиночки, которые воспитывали их, непрерывно твердили им, что они особые, что у них особый дар. Ну, правда, это была манера воспитания в нулевые. Да и сейчас до сих пор остается. Ты особенный, Петенька, ты особенный. Ты особенный. Ну, у тебя же есть, ты же видишь, ты же чувствуешь, ты же мистические способности. Ты не простой, ты же простые горбатецы. Если бы мать говорила постоянно, говорила, Петенька, все это богатство ложное, лживое, шелуха, никакой великой энергетической державы не существует. Хрен с два, все циклично, дорогой Петенька. А ты, или ты будешь вкалывать с мокрой жопой, или ты будешь глубоко несчастным идиотом, об которого вытрут ноги. Но мама так не говорила. Мама так не говорила. Поэтому мы получаем сейчас похмелье пьяного поколения. Похмелье тридцатилеток. Власть – это мы. Ровно такие же люди. Ровно один в один. Вчера был, значит, за кем-то портфель носил, сегодня, значит, он, пожалуйста, там уже сидит районом, управляет, или даже губернией. Понимаете, ну что власть? Они что, семи пядей во лбу? Не надо наделять власть дирижизмом, каким-то свойственным демиургом, мистическими способностями. Что значит власть? Власть перед вами отвечает, что вы дети. Значит, вы дети. Вы дети, которым родители доверили вам. Вы все время говорите, а как это мама мне доверила спички и ножницы? Конечно, я испаскудил всю квартиру и сжег. Очень хорошо, надо снести. Сейчас, вот если есть по-настоящему силу воли, надо снести Атриум и европейский на Драгомиловской. Снести нахрен совсем. Понятно? Вот зачем хочу. Ну, слушай, ну это абсолютно, ну это какой-то кошмар. Я жил два года в Анголе. Между машинами, когда мы уходили, советские, советские специалисты, между машинами садились какать африканцы. Ну, они с деликатностью. Поселить улицы неудобно, а между машинами, вроде заслонен, садились какать. Когда я шел назад, я все время смотрел, чтобы в кучку не вляпаться. И хвалил их за деликатность. Я приезжаю в Москву, здесь я наблюдаю, как какие-то ханурики какие-то. Черт их поймет, откуда они понаехали, не москвичи точно. Значит, какие-то южные люди странные. Из ведра огромного сливают куриный жир от этой шаурмы или хрен пойми, сливают прямо в водосток. Сало, куриное сало, ну, кур делают, жарят. Полное ведро жира сливают в водосток жир. Крысы размером с кошку. Мама, я хочу назад в Анголу. Я в Анголе жил чище. Собянин, можно снести до конца все, а? Атриум снести, я хочу смотреть на Курский вокзал. Это красивое произведение, это не Атриум, в конце концов. Значит, европейский, я хочу смотреть на произведение искусства, на Киевский вокзал прекрасный. Я хочу видеть, я хочу видеть красивую архитектуру. Меня достали это постоянное состояние то Африки, то Азии. Можно я буду жить в Москве? Я бы был мэром, я бы 10 ночей был. Какие 10? Я бы вам делал концерт до 1 апреля, где-то до майска. Собянин, может, его ограничивают. Может, ну так, мы за него палец в кулаке, и мы только верим, что у него остались бульдозеры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok